Большой драматический театр И помимо всяких больших других трудностей Еще и происходила смена поколений Уходили большие артисты один за другим Лариков, Сафронов, Грановская, Казика И возникала новая плеяда артистов Которые стали ведущими лидерами нашего театра И одним из них, из самых интересных Ефим Захарович Капелян Да Как в сущности все это странно Когда начался пожар, я побежал скорее домой Подхожу, смотрю Дом наш целый, невредимый, вне опасности Но мои две девочки стоят у порога в одном белье Матери нет Цветится народ, бегают лошади, собаки И у девочек на лицах тревога Ужас, мольба, не знаю что Сердце у меня сжалось, когда я увидел эти лица Боже мой, думаю Что придется еще пережить этим девочкам В течение долгой жизни Я хватаю их, бегу и все думаю одно Что им еще придется пережить на этом свете Прихожу сюда Мать здесь кричит Сердце И когда мои девочки стояли у порога в одном белье И улица была красная от огня Был страшный шум То я подумал, что нечто подобное происходило много лет назад Когда неожиданно набегал враг Грабил, зажигал А между тем сущностей Какая разница Между тем, что было и что есть А пройдет совсем немного времени Каких-нибудь 200-300 лет И на нашу теперешнюю жизнь Будут так же смотреть Со страхом и с насмешкой Все нынешнее будет казаться И угловатым И тяжелым И очень неудобным И странным О, наверное, какая-то будет жизнь Какая жизнь Сегодня ему было бы 75 А тогда это был в полной зрелости Актер Сильный, физический И очень подготовленный Вот к этому К этой той новой роли Его в театре Которую он Так успешно и так много лет Выполнял Я его говорю О роли Как актера в театре Он создал Целый ряд Прекрасных образов Во многих спектаклях Это был По-настоящему Интеллектуальный артист Высокого интеллекта И это очень Я бы сказал Важное качество Для артиста И он был еще Подлинным строителем И определяющим Нравственную атмосферу Театра У него было Причем делал он это Как-то, я бы сказал Обратным способом У него был удивительный дар Такого внутренней иронии И такого Как бы скептического Сарказма Ко всему Отрицательному Что он наблюдал И одна его Короткая Но язвительная реплика Делала больше Чем огромная речь На собрании Он рано ушел Из жизни Еще многое Мог сделать Но он оставил О себе Прекрасную память Сейчас вы увидите Некоторые записи На пленку Его прошлых работ Я не знаю Как они Качественно Сегодня будут выглядеть Но я надеюсь Что все-таки Представления О нем Как об актере Они дадут Нашим телевизионным Зрителям Вы увидите Еще документальные Съемки 70-х годов Его бесед С Лавровым И это Может быть Даст о нем Какое-то еще Новое Впечатление Уже как о живом Неиграющем Капеляне В театр Я пришел В 35-м году Давно живу Как говорит Фирс Пришел После окончания Студии А студия была При этом же Театре И так Всю жизнь В одном Театре Думаю Что не смог бы Работать Ни в каком другом Наверное Не смог бы Дорогой Илорио Нет на связи Человека Лучше тебя Вот у тебя Большой нос Но твое доброе Сердце Еще больше Нет-нет-нет Теперь послушай Что я О тебе думаю Я должен тебе Откровенно сказать Что такого человека Как ты Еще не рожала земля Это я тебе говорю Я старше тебя На 40 лет Но 40 лет назад Я был такой же Как ты Конечно Значит 40 лет назад Я был твоим Ровесником Естественно Значит Через 40 лет Ты будешь Моим ровесником Уходим буду Тогда какая Между нами разница Никакой 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 Какая разница Кого больше Волос на голове Кого меньше Никакой Никакой Мы с тобой друзья Друзья На всю жизнь На всю жизнь И только скажи Кто тебя обижает Кто В школе тебя обижает Так я Керосином оболью Школу и подожгу Пусть горит Пусть горит Только меня никто Не обижает Тогда Наше с тобой здоровье Когда же с тобой Лайон Если прохожий К тебе зашел Соли каури Поставь на стол Если ты выпел За грусти И лево всегда Не грузин Вот если Говорить словами Твоего Вершинина Из трех сестер Если бы пришлось Начать жизнь Сначала Что бы ты выбрал Стал бы ты артистом Вершинин отвечает На это так Если бы пришлось Начать жизнь Сначала То я не женился Нет Я Честно тебе скажу Я другого Не представляю себе Кроме театра Кроме Искусства Хотя В детстве Мечтал совершенно О других вещах Да Но если Пришлось Начать Жизнь Сначала То я бы Женился На искусстве Я сейчас Посмотрел Кусок Пленки Которая Была снята 60-летие Ефима Захаровича Капеляна Очень много Вспомнилось Сразу Мы просидели С ним В одной Гримуборной 19 лет Это большой Срок За это время Можно узнать Человека Можно полюбить Человека Когда я пришел В театр Большой Драматический Театр Имени Горького Со всем Молодым Артистом Я сразу Обратил Внимание На человека Который Не был Похож На всех Остальных Он Не был Похож Внешне Он Имел Такой Очень Мужественный Вид Он был Красив С Небольшими Усиками С Постоянной Трубкой Во рту Чем-то Он напоминал Героев Хемингуэя Такой Мужественный Образ У него Был И В то же Время При всей Вот такой Строгости Я бы сказал Суровости Даже Вида Он обладал Огромным Чувством Юмора Был Очень Добрым Очень веселым И смешливым Человек Его Судьба Сложилась Таким Образом Что Довольно Долгое Время Работая Много Лет В театре Он Не получал Удовлетворения Творческого И только С приходом В театр Георгия Александровича Товстоногова Который Стал ему Поручать Очень большие Очень интересные Очень серьезные Роли Только Вот тогда Раскрылось По-настоящему Дарование Капеляна Только пожалеть Значит Вы просто Дурень Если как Я ведь ничего Не сказал Вот и не говорите Не то я помру С смеху Ну что ж Вы не пьете Ничего На Те налейте Я и в самом деле Забыл Все еще Хотите Меня Напоить При ваших Способностях Не так уж Я глупа Берегитесь Джози А что Если подействовать Представляете Как это Противно Я лежу рядом Наверное Храплю А вы смотрите Как медленно Брежет серенький Рассвет Слишком часто Я видел Как Брежет серенький Рассвет В мутном Немытом окне У нас С вами Все может быть По-другому Ведь Любовь Преображает Все А я влюблена В вас По уши С тех пор Как вы говорили Про мою прекрасную душу Вон Вон Из этого Дерьмового Балагана На покой Если не ошибаюсь Твой дебют В кино Был в картине Танкер Дербент Ты ошибаешься Вот сколько тебе лет было Примерно В 31-32 году Примерно 6-7 Вот это Тогда-то я впервые И снялся в кино Это был фильм Ошибка героя Главной роли был Молодой Красивый Жорожжонов А я играл эпизод Потом уже В 40-ом году Был танкер Дербент Он тоже был эпизод Играл Рулевого Кратом пел Песня Ах, зачем эта ночь Так была хороша Ну и так далее Ах, зачем эта ночь Так была хороша Не болела бы грудь Не страдала бы душа Полюбил я ее Полюбил горячо Она на любовь Смотрит так Холодно Ах, зачем эта ночь Так была хороша Не болела бы грудь Не страдала бы душа Ты можешь назвать Какую-нибудь такую роль Которая тебе наиболее Близка Я не говорю о том Что Ты считаешь Что она тебе удалась Наиболее Мне кажется Что это вообще Трудно сказать Да Но которую Ты все-таки Считаешь Наиболее близкой А ты можешь что-то сказать Нет, я не могу Я думал, что тебе нравится Да, понятно Нет, но все-таки Когда настоящий материал Попадается Правда, это бывает редко Мне Ваша пьеса Чрезвычайно понравилась Странная она И конца я не слышал И все-таки Впечатление сильное Вы талантливый человек Вы должны продолжать Я что хочу сказать Художественное произведение Непременно должно выражать Какую-нибудь Большую мысль Только то прекрасно Что серьезно Вы говорите продолжать? Продолжать Вы знаете Я прожил свою жизнь Разнообразно И со вкусом Но если бы мне пришлось Испытать подъем духа Какой бывает у художников Мне кажется Я бы Все бросил Бросил все Где заречная? Она уехала домой Я хочу ее видеть Мне необходимо ее видеть Я должен поехать Константин Гаврилович Идите домой Вас ждет мама Она беспокоится Скажите, что я уехал И прошу вас всех Оставьте меня в покое Оставьте меня Не ходите за мной Нельзя так, милый Нехорошо Нехорошо Прощайте, доктор Благодарю вас Молодость Молодость Когда нечего Больше сказать То говорят Молодость Молодость Это гадко Пойдемте Погодите Я не люблю Своего отца Но к вам лежит Мое сердце Почему-то я всей душой Чувствую Что вы мне близки Помогите мне Помогите А то я сделаю Глупости Нацемьюсь На своей жизни Испорчу Не могу Дольше Ну в чем В чем Помочь Я люблю Константина Как все нервные И сколько любви Колдовское озеро Что я могу сделать Дитя мою Что Что Чего ты больше всего получил Да Ну мне кажется Что Достоевский Все-таки Это Твоя последняя Да Мне доставляло Огромное удовольствие Работать над этим Материалом Не говорю о результате Действительно Потому что на этот счет Существует много Разных мнений И Вероятно Каждый по-своему Прав Не всегда непонятно Когда говорят Это Достоевский Или другой говорит Это не Достоевский Ну так безапевляционно Нельзя заявлять Потому что У каждого свой Достоевский Конечно Вы говорите Что надо А я ведь так и знал Что вы не спите Аркадий Иванович Свидригайлов Позвольте Отрекомендоваться Свидригайлов Какой вздор Быть не может В следствии Двух причин К вам зашел Во-первых Лично познакомиться Пожелал Так как давно уж Наслышан С весьма Любопытной И выгодной Для вас точки Во-вторых Мечтаю Что может быть Не уклониться Мне помочь В одном предприятии Прямо касающемся Интересов Сестрицы вашей Авдотьи Романной Одно Это меня Следствует Предубеждение Она пожалуй И на двор К себе не пустит Но с вашей помощью Напротив Рассчитываю Плохо Рассчитываете Оправдывать себя Считаю Излишним Но позвольте Заявить Что ж в этом деле Особенно преступного С моей стороны То есть Без предрассудков А здраво Судя В своем доме Преследовал Беззащитную Девитю И оскорблял Ее гнусными Предложениями Так ли Ну предположите Только что И я Человек Есть И способен Полюбить Тут уж вопрос Изверг я Или жертва А ну как Жертва Ведь предлагая Моему предмет Убежать со мной В Америку Или в Швейцарию Я может Самое почтительное Чувство При всем питал И себя Еще больше Губил Помилуйте Да совсем Не в этом дело Правы вы Или не правы Просто запросто Вы противны Вот и гонят Вас Иступайте Однако Ж вы Однако Ж вас Не собьешь Я бы удумал Схитрить Так нет На самую точку Стали Но так или я так Подтверждаю Никаких неприятностей Не было бы Если бы не Марфа Петровна Марфа Петровна Вы тоже Говорят Уходили И об этом слышали Как впрочем Не слыхать Не знаю Права Как сказать Но моя Собственная Совесть В высшей степени Спокойна На этот счет Медицинское Следствие Обнаружило Апоплексию Происшедшее Откупание Сейчас После плотного Обеда С выпитой Чуть ли не Бутылкой Вина Да ничего Другого Обнаружить Не могло А вы уж думали Что я такой Изверг Ретроград Крепостник Я ведь Не такой Медведь Как вы думаете И с Марфой Петровной Мы весьма Согласно Жили Как это Не странно Может показаться А вы По Марфе Петровне Кажется Скучаете Я Может быть Право Может быть Ну и И еще Нельзя Разговаривать Об Эфиме Капеляне Если не Сказать О такой Стороне Его работы Как Дубляж Фильмов Недаром У нас В таких Дружеских Кругах Эфима Захарыча Капеляна Называют Ефим Закадрович Капелян Есть еще Одна Картина Насколько Я знаю В твоей Биографии Актерской Которая Сделана В последние Годы Картина Которая Где-то Между Дубляжом И Обычной Нормальной Картиной Я имею Ввиду Картину Памяти Григория Чухар А Да Мне было Очень интересно Работать Потому что Там Авторский Текст Написан Кровью Душевными Какими-то С большими Затратами Твои функции Там Заключаются В том Что ты Авторский Текст Он становится Моим Мне Очень хотелось Чтобы это было От меня Как от человека Исходило Как от меня Как от гражданина Насколько-то удалось Мне трудно судить Но Все старания Были приложены К этому Чтобы это Было Личным Не просто Вот так Читать текст И говорить Докладывать А Чтобы это был Текст Рожденный Изнутри От Собственного Так сказать От сердца Исходящее Пляс Де Сталинград Площадь Сталинграда Название Этого Далекого Волжского Города Имеет Прямое Отношение К истории Франции Наши товарищи По борьбе Герои Французского Сопротивления Хорошо Знают И помнят Это Вот почему Вскоре После войны Они собрались На этой площади Вот почему В центре площади Посадили они Живой монумент Дерево Памяти О Сталинграде Мадам Вы не знаете Почему Эта площадь Называется Сталинград Нет Месье Почему Эта площадь Называется Сталинград Не знаю А вы Совершенно Не знаете Нет Ну спасибо Почему Эта площадь Называется Сталинград А Город Сталинград Не знаю Я живу Здесь 50 лет А почему Так площадь Называется Я не знаю Ну спасибо Но почему Так грустно И тревожно Молодые Еще Понятно Но вы Неужели Вы все Забыли Неужели Это Можно Забыть Сталинград Здесь В этом Сожженном И разрушенном Городе В эти Тяжелые Дни Решалась Не только Наша Судьба Но и Судьба Всей Европы Полмиллиона Советских Людей Пали Здесь Смертью Храбрых За нашу И вашу Свободу В блокадный Ленинград В блокадный Вернулся Из эвакуации Большой Драматический Театр Мини Горького И на стенах Домов Даже иногда Рядом С объявлением Эта сторона По время Арт-обстрела Наиболее опасна Появились Такие Маленькие Что ли Трамвайки Как Называется Они Объявляли О том Что школа Студия При Большом Драматическом Театре Объявляет Наборы Значит В этом самом 1943 Году 20 человек 20 Счастливцев Были Приняты В студию При театре Мало того Нам Преподнесли Еще один Подарок То есть Нам объявили О том Что мы Вот эти 20 человек 20 студийцев Будем заняты В спектакле Король Лир Мы будем Естественно Заняты В массовых Сценах И Когда мы Присутствовали На репетициях То Можно сказать Что вот Эти 20 Человек Этих 20 Вновь Пришедших Хором Влюбились В Ефима Захарча Мы Заранее Собирались На эпилог И Значит Мы Собирались Так Слева У выхода На сцену И ждали Когда Ефим Захарч Пройдет На свою Заключительную Картину Знаете Там Вот Я был Женихом Сестер Обеих И через минуту Все трое Вступим В брак Он играл Эдмонда И Значит Мы Ждали Нужно Сказать Что Вот Он был Актер Для нас Другого Поколения И Он был Старше Нас И Несмотря На то Что Мы Относились К нему И с уважением И с Обожанием Мы Между Собой Его Называли Просто Фимочкой И вот Фимочка Летел На сцену Развивался Плащ И Он Значит Он Весь Такой Делал Вид Что Он Нас Совершенно Не Замечает Мы Брали На караул Он Значит Улыбался В усы И Проскакивал На свой Выход Думаю Что Это Наше Так Сказать Признание Его Не Доставляло Во мне Ему Неудовольствие И Так Случилось Что Со Временем Мы Стали Играть Так Сказать На сцене Мужа И Жену И Если Раньше Он Играл Моего Жениха Которого Я Все Время Так Сказать Ну Как-то Была К нему Весьма Не Доброжелательно Настроена То В данном Случа Отмщение Пришло Он Я Стала Ходить В Нелюбимых Женах Это Было И в горе От ума Вот Мой Платон Михайлович Ба Друг Старый Мы Давно Знакомы Вот Судьба Здорово Чарской Брат Платон Любезный Славно Похвальный Лист тебе Ведешь Себя Исправно Как видишь Брат Московский Житель И женат Забыт Шум Лагерный Товарищи Братья Спокоен И ленив Нет Есть Такие Занятия На флейте Я твержу Дуэт Омольный Что Твердил Назад Тому Пять лет Но Постоянный Вкус В мужьях Всего Дороже Брат Женишься Тогда Меня Вспомянь От Скуки Будешь Ты Свистеть Одно И то же От Скуки Как Ты Ей уж Платишь Дань Платон Михайлович Мой К занятиям Склонен Разным Которых Нет Теперь К учениям И Смотрам К Манежу Иногда Скуча По Утрам А Кто Тебе Любезный Друг Велит Быть Праздным В полк Эскадром Дадут Ты Обер Или Штап Влад Михайлович Мой Здоровьем Очень Слаб Здоровьем Слаб Давно Лишь Все Ревматизм И головные Боли Движение Боли В деревню В теплый Край Будь чаще На коне Деревня Летом Рай Влад Михайлович Город Любит Москву За что В глуши Он Дни Свои Погубит Москву И Город Ты Чудак Напомнишь Прежнее Ну Да Брат Теперь Не так Как мой Дружочек Здесь так свежо Что мочень А ты распахнулся Весь И расстегнул Жилет Теперь Брат Я не тот Послушай Разочек Мой Милый Застегнись Скорее Сейчас Да Отойди подальше От дверей Сквозной Там Ветер Дует Сзади Теперь Брат Я не тот Мой Ангел Бог ради От двери Дальше Отаите Ах Матушка Ну Бог Тебя Суди И точно Стал Не тот Короткое Ты Время Не в прошлом Ли году В конце В полку Тебя Я знал Лишь утро Ногу Встремя И носишься На борзом Жеребце Осенний Ветер Дуй Хоть спереди Хоть стыль Братец Славное Тогда Житье Тобыло Князь Петр Ильич Ну Если Захарович Был Артистом Особого Склада Я Как-то Давно Еще Вышла Из кинотеатра После Фильма Тритополь На Плющихе И Впереди Шли Очень Такие Интеллигентные Пожилые Дамы Одна Сказала Как Замечательно Играет Доронина На что Вторая Ответла А какой У нее Шофер Это Она Имела Ввиду Ефремова И вот Понимаете Ефим Захарович Он Вот тоже Такой Актер Который Не играл Замечательно Он был Тем Человеком Которого Он играл Я считаю Себя Счастливой Актрисой Потому что Мне Довелось В трех Спектаклях Быть Непосредственной Партнершей Ефим Захарыч Капеляна И Во всех Трех Спектаклях Я его Любила Но Прежде всего Нужно сказать Что Есть Актеры О которых Говорят Что его Очень легко Любить На сцене А про Ефим Захарович Я сказала Что его Невозможно Было Не любить На сцене Первый спектакль Который мы с ним Играли Это был Спектакль Пять вечеров Этот спектакль Занимал И До сих пор Занимает Какое-то Своё Особое место В жизни Нашего театра И В жизни Каждого Из Участников Я играла Тамару Васильевну Федзакарыч Александра Петровича Лина И В этом спектакле Была Какая-то Атмосфера Удивительной Правды Какой-то Истинности Которую Прежде всего Задавал Сам Ефим Захарович Что Кстати Он делал И в жизни Он был Камертоном Правды Никогда Не умел Фальшивить Поскольку Моя героиня Работает На Фабрике Красный Треугольник То Совсем Недавно Мне пришлось Побывать В этом Районе Где Я редко Бываю И вдруг Я увидела Доска Почета Перед Красным Треугольником И Вероятно Настолько Было Вот тогда Заложено То Что Я Тамара Васильевна А Капелян Ильин Я когда Подошла К доске Почета Мне Почему-то Показалось Что Мой портрет Моя героиня Обязательно Должен был Висеть На этой доске И что Саша Ильин Приходил К этой доске Прежде чем Повстречался Со мной Спустя 17 Лет И что Он смотрел На мой портрет И прошло Так много Времени Я Заплакала Наверное Было Странно Прохожим Что Ведь Белый Дня Стоит И молодая Женщина И почему-то Перед доской Почета Плачет Настолько Как-то Очень Живо Это В сердце Все то Что Было Связано Со Спектаклем Пять Вечеров Миленькая Ты Мой Возьми Меня Собою Там В краю Далеком Назовешь Меня Женой Милая Моя Взяла Бы Я Тебя Там В краю Далеком Ждет Меня Жена 12 апреля Этого года Ефиму Захаровичу Капеляну Исполнил В 75 лет Я позволю себе Вспомнить Тот год Когда я пришел В театр Впервые В эти стены Это был 38-й год Молодой студент Школы Студии Этого театра Конечно Я не мог попасть Под влияние Ведущих Артистов Этого Коллектива Но Ко мне Как-то Пристально А я уже Принимал Участие В массовых сценах Ко мне Однажды Подошел Молодой человек С усиками Саркастически Улыбаясь Он сказал Мне Вот Кримироваться Тебе Под старика Не надо Я представился Ему еще раз Я знаю Моя фамилия Капеляна Сказал И вот Одна из первых Встреч На сцене Этого театра Завалел артист Меня Мне сказали Что я должен сыграть Клавдию Много шума Без ничего Где Ефим Захарович Тоже играл Одну из ролей Я помню Когда я сыграл Он единственный Ну Меня Благодарили Как всегда Работа Мне не выдалась Ну Все равно Благодарили Потому что Молодого человека Не хотели Сразу Подрубать Чтобы он Не пал Духом Но Ефим Захарович Пришел В театральную уборную Я сидел В другом коридоре Когда Там у нас Было очень много Он оставил Меня одного Чтобы мои коллеги Этого не слышали Говорит Поговорим Я говорю Давай поговорим Мы уже были на ты Хотя он Немножко был Старше меня Говорит Знаешь Все что ты делаешь Все что ты Это В общем Это не годится Надо Твою работу Пересмотреть Внимание Как ты действуешь Как ты живешь На сцене Все что он знал Сам Он Не мог Исключить Читали Может читал Не помню Это про что Статью Чумакова О пересадке сердца Это черт знает что Да и любишь ты Делать волну Не в Китае же Напечатано К сожалению Здесь у нас Тогда и вопроса нет Есть вопрос Николай Николаевич И не простой С любой стороны Моральный Медицинский Этический А главное Существо А в чем оно Существо Что-то не усекло А существо Заключается в том Вся Москва Уже целый месяц Гудит Что Крымов Готовится к пересадке Так уж Все и гудит Вас Геннадий Иванович Возьмите пожалуйста Трубку Занят Так и сказать Занят Крымова Каюсь Николай Николаевич Встаньте Не надо Зачем Могут войти Ну зачем Хрен с ним Пускай ходят Ну зачем Пожалей ты Сережку Крымова Не гони И Чумакова не надо Зачахнет парень там Пропадет За чирьями И грыжесечениями А у него ведь талант Талант Ну режут они Собак Дураки Пересаживают Зачем-то сирта И многое там Чего ты даже и не знаешь Но ведь не корысти ради Не удовольствия для Не из праздного любопытства Сидят они там ночами Это ведь нужно Миленький ты мой Для развития Сердечно-сосудистой хирургии В которой Сукин ты сын Не смыслишь Ведь ни хрена Видишь Раскомандовался тут В прохвост Этого выслать Того Ага Отстранить Очень ты меня напугал Очень Да кто ты есть Ты в себя Загляни Функция Крымова видишь ли снять А Встал он ему на пути Да ты соображаешь Что такое Крымов Это Крымов Сделал Кавопульмональный Аностомоз И навеки он будет Русским Аностомозом Это он 11 лет назад Сделал первую Пересадку Митрального клапана Это Крымов Складывал Он миокард Вплесает такое Проделовал На операциях И не приснится Во сне Это он Додумал за клапан Свиньи Пересадить Человеку И больная Жива По сей день Жива Вот То в одном доме А последнее наше Место жительства Было Мы на четвертом этаже Или на бассейной улице И больше Даже чаще Общались Не через телефон А просто через мусоропровод Потому что Моя кухня выходила На его кухню И можно было Поднять крышку Мусоропровода Сказать Ага Зайдешь Да Я тебе А ты ко мне Вот такое Близкое Понимаете Это как-то Это не случай Понимаете Мы не просили Причем Что в нас Как-то вместе Селили Но Так получилось В жизни Знаете Вот Не потому что Знал кто-то Что мы дружим Хотя наша дружба Была очень В этом отношении Честная Потому что Он всегда говорил То что не нравится Мне И не боялся Этого И говорил И товарищам Честно Он всегда говорил Что он скажет Об этом вслух Не потому что Он был старше Меня И я Как бы Прислушивался Я обязан ему Прислушивался Если уж так сказать Говорит по возрасту Но Он был просто Очень Порядочный человек Это очень важно А в нашем деле Это Просто Необходимо И вот Еще раз Говорю И возвращаюсь В той мысли Что Лучшие Минуты В театре У меня По Партнерству Были связаны С именем Этого Как я уже сказал Вначале Замечательного Человека Сколько я еще Буду работать В театре У меня Всегда В моей Гриму Борни Будет Висеть Портрет Моего друга Как прикажете Доложить Князю Что Доложить Ну Сказать Кто Пришел Зачем Пришел Титул Какой Скажи Купец Катрянц Пришел Без титула С приказчиком Князь Примет вас Здесь В саду А что вы нас в саду принимаете Что мы Мацу не продаем Наверное У князей Так принято О У нас ремонт Князь с архитектором Решает Золотом покрывать Потолок Или Серебром Потолок Золотом Сразу видно Что князь Потолок Золотой Кошелек Пустой В долг Пьет В долг Шьет В кредит Живет Молчать Я Все его Векселя Скупил Пусть Никто Не говорит Что князь Насонный Женится Чтобы Долги Покрыть Мне Титул Его Нужен Дед Дед Мой Сапожником Был За Три Абаза Сем Пар Сапог Шил Отец Мой Зубами Драт Утянул Водоносом Чувяки Зашивал А я Буду Тестем Князя Понтиашвили В Карете С гербом Ездить Буду Ты Купца Адамяна Знаешь Кожей Торгует Дочка Его За Трою Родного Брата Князя Гагидзе Вышла Так он Теперь Меня Не Узнает Руки Не Подает Кожу Не Продает Представляешь Что с ним Теперь Будет Я Я Везде Всюду Герб Смогу Поставить Свой На ковры И на посуду Герб Смогу Поставить Свой Викселя Давать И суды Отправлять Я Письма Буду На бумаге Герб Будет Герб Над Лавкой Моей На слуге Стоящему Дверей Свою Герб Свою Я Пойду В баню И в Духан Пусть О злости Лопнет Лопнет Адана Когда роль Сыграно Отснято И вышло На экраны Это можно считать процесс в какой-то степени законченным. Но существует один из самых главных процессов в работе актера. Это период подготовки, репетиций, съемок, когда приходят новые роли, а вместе с ними новые желания, мысли, новые проблемы. И вот этот процесс, самый трудоемкий и самый сложный, занимает главное время в жизни актера. Сейчас в театре репетируется инсценировка повести Тендрикова «Три мешка с орной пшеницы». В пьесе ставится проблема о праве человека в труднейших обстоятельствах. Сохранить человеческое достоинство. И вот на сцене Женька Тулупов, которого играет молодой актер нашего театра Юрий Демич, и его будущий, этот же Женька Тулупов, но в моем возрасте. То есть я представляю его старость. Ну, в общем, солидный возраст. Так вот, Капелян — это не просто трогательный, такое слово немножко актерское. Он бережливый очень партнер. Он растворяется в тебе, особенно играя одно лицо. Когда я с ним существовал рядом на площадке, происходили какие-то вот такие вот так называемые биотоки. Это вот... Он их брал от меня. Он действительно жил своей памятью, своим молодым Женькой Тулуповым. Вот я вспоминаю диалог, когда, скажем, вот была кульминационная сцена, и умирал Кистерев, которого блестяще играл Олег Борисов. Умирал от того, что у него не выдерживалось сердце в споре с Божеумовым, который играл Владимир Медведев. С Божеумовым, с человеком, который олицетворял с собой вот ту, что ли, ступень власти, которая, закрываясь с девизом времени, могла уничтожить всё. То есть это демагог в высшей степени. И был человек, который действительно страдал за судьбу людей, Родины. И он умирал в споре с ним. Не выдерживалось сердце, лопалось. И выходил молодой Женька Тулупов, то бишь я, и выходил старый Евгений Тулупов, Капелян. И вот они стояли, и там был диалог, который запомнен на всю жизнь. Он состоял из шести фраз. Я говорю, ты часто встречал Божеумовых? И шла фраза Капеляна. Божеумовы истории не остановят. То есть он пытался уйти от вопроса молодого. Ты часто встречал Божеумовых? Повторял молодой. И надо было видеть, как отвечал Капелян. Он не мог посмотреть в глаза. Он смотрел, отводил и говорил, встречал. И шел вопрос абсолютно точно. И вот это, как играл Капелян, я не знаю. Это нужно только видеть. Либо чувствовать, объяснить это нельзя. Это есть талант, это есть человеческая суть. Он вынужден был подписаться под тем, что он жизнь прожил. Непросто. Ему не спалось по ночам. Он отвечал. Сумел. Вот этот диалог, мне кажется, квинтэссенса того, как играл Капелян. Капелян никогда не уходил в технические какие-то вещи. Капелян познавал суть и раскаяние организма. Как сегодня на экранах фильм «Покаяние». За свою судьбу, как и за судьбу людей, нужно уметь отвечать. Капелян это играл безусловно. И причем еще у него была такая черта, такое качество. Всегда была уверена, что он никогда ничего не скажет за твоими плечами, за твоей спиной, закулисно про тебя. Он всегда все, что он думал, говорил в глаза. И причем обладал таким внутренним тактом, что он старался отвести молодого артиста. А я все-таки был молодым артистом, скажем, пришедшим в Театр моей мечты, в БДТ, в Великий театр. Он умел отвести так, чтобы не слышали другие. И сказать, поправить, помочь. Чуть-чуть вот человеку, артисту, неназойливо, без дидактики. Он умный педагог, умный партнер и удивительной честности человек. В нем был синтез великого профессионала и великого честного человека. Так вот мне представляется краткий миг общения с Ефимом Захаровичем Капеляном. Смех твой, Люба, и заключается в том, что все мы, от гениев до подонков, вообразили себе и ведем себя так, как будто жить будем вечно. Ничего-то вечного нет. Все кончается, Люба. Если бы сознавали мы, что неизбежен конец, насколько бы были добрее и милосерднее, и не хватали бы всего для себя. Потому что приходит этот последний день, и ничего с собой не возьмешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok